Палеонтологическая сенсация. Российские ученые, похоже, готовы доказать всему миру, что мифическое существо, единорог, существовал в реальности. И более того, родина этих древних животных, Кубань. На Таманском полуострове, на берегу Азовского моря, обнаружены останки так называемого Кавказского элосматерия. Раскопки продолжались 8 лет. Сейчас скелет необычного носорога собирают по частям палеонтологи в соседней Ростовской области. Евгений Вольский. Подробнее о фантастической находке. Чтобы собрать один скелет доисторического животного, ученым понадобились останки семи элосматериев. Собирать Азовский экспонат не так просто. Все кости огромные. Древние носороги были крупными травоядными, до 2,5 метров в высоту и до 6 метров в длину, а весили до 5 тонн. У него, вот видите, три пальчика. Вот они у меня в руках, собственно говоря, я их и держу. Эти фото – еще одно подтверждение того, насколько большим был предок носорогов. В отличие от современных собратьев, он имел один рог, за что и получил название «Единорога». Кости необычного зверя обнаружили на Таманском полуострове. Похожие останки в России уже находили, но в Сибири и анимал уже кубанских лет на 500. Историческую ценность представляет и череп. Сейчас он единственный в стране. Вот это место, куда причленяется рог. Останки Кавказского ЛС Материя пропитались специальным химическим составом. Иначе их не довезли бы до мастерской, где проходит реставрация. Уже практически полностью собран позвоночник единорога. Затем, как собирают скелет мифического животного, могут наблюдать все желающие. Фотоотчет регулярно публикуется в интернете. Кстати, пока одни спорят о существовании единорога, другие приводят факты из истории. Символ единорога был очень частым изображением на титулованных гербах известных вермушек, даже на малой печати Ивана Грозного. Ученые выяснили, что единороги, как и их ближайшие родственники, носороги, имели буйный характер. А их главными врагами были мамонты. Представят единственный в России полный скелет гиганта в середине августа. Но главный фрагмент рог увидеть не удастся. Он не сохранился до наших дней. Таким уникальным экспонатом может похвастаться лишь Национальный исторический музей в Лондоне.